Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! Я Виктор Пономарёв, и это моя программа «Трезвый взгляд». Сегодня хочу затронуть сложную во всех отношениях тему – проблему наркомании. Для этого хочу остановиться на некоторых показательных новостях из далёких Соединённых Штатов Америки и провести аналогии с нашей страной. Для новых зрителей и слушателей я напоминаю, что когда я в своих видео говорю о трезвости, я имею в виду полную свободу от самотравлений любыми ядовитыми веществами – и табаком, и алкоголем, и нелегальными ядами, так называемыми наркотиками. Итак, недавняя новость американского новостного сайта Washington Free Beacon о том, что администрация Байдена установит в сельских районах Кентукки торговые автоматы для наркозависимых. Ну, цель озвучивается, конечно же, благая, звучит очень человечно – преодоление дискриминации зависимых людей и снижение количества смертей от передозировок. Но новость дошла и до российского читателя и вызвала волну, мягко скажем, непонимания. Из этой статьи также узнаем, что для наркозависимых в некоторых штатах есть специальные комнаты, где под присмотром врачей зависимый может принять дозу ядовитого вещества. Эта государственная программа направлена на решение проблемы смертности от наркотиков. Но смертность по-прежнему зашкаливает, и теперь в эпицентре такой смертности в штате Кентукки по госпрограмме будут установлены торговые автоматы для наркозависимых. Они смогут там купить шприцы, препарат, спасающий от передозировки на лаксон, и тест на особо токсичный аналог героина, который может содержаться в приобретенных ими нелегальных интоксикантах. Отдельно остановлюсь на последнем упомянутом товаре в меню таких автоматов – это тесты на фентанил. В опиоидах, которые употребляют американские наркоманы, часто содержится еще более токсичный опиоид – фентанил, который наиболее часто, по данным здравоохранения США, приводит к смертельным исходам. В общественном транспорте Нью-Йорка, об этом тесте на фентанил, который продается в аппаратах, были размещены такие плакаты с социальной рекламой. Там изображены обычные люди, которые по сюжету наркоманы из разных районов Нью-Йорка. Ну, кстати, выглядят очень прилично. И вот их обращение к читающим плакатам, зачитаю содержимое. «Не стыдись, что ты принимаешь наркотики. Будь спокоен, так как ты принимаешь их безопасно. Флоренс, Манхэттен». «Защити себя от передозировки». И вот, оказывается, что для этого нужно, написано. «Не принимай наркотики в одиночестве. Начинай принимать с маленькой дозой, повышай ее постепенно. Избегай смешивания разных препаратов. Проверяй свои препараты на содержание фентанила. Используй наши тест-полоски». Как вам такая инструкция? Если бы такая соцреклама появилась, например, в московском метрополитене, интересно, как бы отреагировали наши люди. Далее. Тоже издание Washington Free Beacon в феврале сообщило, что Министерство здравоохранения США было намерено спонсировать распространение трубок для крека, это курительный кокаин, по грантовой программе в 30 миллионов долларов по снижению вреда от наркотиков. Это как продавать самогонные аппараты для снижения вреда от алкоголя. Администрация, правда, отказалась от планов финансирования из-за негативной реакции общественности. Но я нашел информацию, что все же в некоторых штатах официально продают такие приспособления. И вот смотрите, эти торговые аппараты для наркоманов, трубки для кокаина, социальная реклама, не стыдись, что употребляешь, комнаты для инъекций. То есть власти США предпринимают какие-то странные действия, вам не кажется? Администрация Байдена предприняла широкий ряд мер по политике снижения вреда, цель которых скорее сделать отравление наркотическими ядами более безопасным, а не полностью устранить его. Это тот же новостной сайт говорит нам. Вообще в русском языке есть такое слово, которое точно описывает происходящее, на мой взгляд. То есть власти США как минимум потворствуют, то есть не препятствуют предосудительному. Это медвежья услуга наркозависимым. Их надо спасать, а не потакать их разрушительным желанием. Да, это пока еще не продажа самих наркотиков, но мне кажется, все идет именно к этому. А чем они в США, собственно, обеспокоены? Оказывается, смертность от наркотиков в 21 году побила все рекорды. От ядовитых препаратов в США умерло более 100 тысяч человек за год. А по данным ООН, за 2018 год США мировой лидер по количеству наркоманов. 28,5 миллионов человек в возрасте от 12 лет и старше. Правда, 2018 год, сейчас их еще больше. А вот новости с Сан-Франциско. Ну, город по численности примерно как наш Воронеж. Мэр города объявил чрезвычайное положение в Тендерлойне, это один из районов, из-за передозировок. Другая новость. Общественники разместили в Сан-Франциско огромный баннер с надписью и известный на весь мир своим умом, красотой, а теперь еще и дешевым грязным фентанилом. Чтобы предостеречь туристов от того, что там творится. И вот скажите, как в Америке, благополучной в материальном плане, ну, по сравнению с многими другими странами, стране, появилась такая острая проблема. Ведь бытует мнение, что чем ниже уровень жизни, тем больше наркомания. На самом деле, причина не в уровне жизни. Но причину нужно понять, чтобы можно было найти решение. Главный источник проблемы – колоссальная прибыль фармбизнеса, который просто покупает госаппарат и заставляет принимать законы в своих интересах. Бизнес нацелен на прибыль, а смерти, ну, это как бы неизбежной издержкой. Конечно, цинично, но капитал идет на любые преступления, если прибыль очень большая. Вспоминаем капитал Карла Маркса. Огромная прибыль течет в самые легальные и известные фармкомпании. Цитирую ресурсы Лента.ру. Как в 2017 году заявила сенатор Клэр Макэкскелл, эпидемия, наркомания имеется в виду, не стихийное бедствие, а прямой результат расчета продаж и маркетинговой стратегии крупных производителей, которые последние 20 лет преследовали цель – увеличить свою долю на рынке и всеобщую зависимость от мощных, а часто и смертельных обезболивающих. Теперь укажу непосредственный инструмент, который заставляет американцев отравлять себя. Это массированная пропаганда. Начиная от врачей, которые внушают американцам, типичным потребителям, кстати, веру в чудо-препараты, и заканчивая популярными исполнителями, которые открыто, нагло призывают отравлять себя, внушая веру, что яды приносят удовольствие. Еще интересно, что решением наркотической проблемы в США занимается управление национальной политики по контролю над наркотиками, а ее руководитель именуется не иначе, как «царь наркотиков». Я не шучу. Чувствуете, как это созвучно с нашим сочетанием наркобарон? Как раз нынешний «царь наркотиков» из администрации Байдена, врач Рахул Гупта, положительно высказывается об открытии в США легальных инъекционных комнат. Ну и еще один момент, маленькая деталь дьявольского значения – это слово «драк». В английском языке оно означает и наркотик, и лекарство. Это уже на подсознательном уровне стирает грань между ядом, разрушающим организм, и средством, спасающим человека. Ну а если порассуждать, а как можно избавить Америку от наркотической эпидемии? Во-первых, нужно сместить акценты. Проблема не в тысячах смертей, а в миллионах людей, отравляющих себя ядовитыми веществами. Смерти – это следствие. Нужно видеть весь айсберг, а не его вершину. Нужно обозначить четко цель. Не программа по снижению вреда, а программа по освобождению людей от употребления наркотиков вообще. На самом деле наркотики страшны не передозировкой. Жизнь человека и людей вокруг страдает в любом случае, если человек отравляет себя этими веществами, даже если он не умер от наркотика. Далее слова. Помните? Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести. Вместо драк – препарат, лекарство – называть отравляющие вещества интоксикантами. Интоксикация – это однозначное слово, понятное. И это однозначный вред, однозначное зло. Соответственно перестать делить зло на более или менее опасное. Например, перестать делить наркотики на легкие и тяжелые. А тяжелые перестать делить на опасные и очень опасные. Нужно вести жесткую цензуру на демонстрацию моделей поведения, связанных с самоотравлением. Жесткие ограничения на внушение идеи, что яд сделает жизнь человека лучше. Ну и конечно же убрать возможность наркопроизводителей влиять на законы. Двигает эту адскую машину отравление американцев. Возможность извлекать прибыли с самоотравления людей. Такая прибыль должна быть объявлена вне закона и названа антинародной, вне зависимости от количества уплаченных налогов. Конечно многие скажут, что это нереально, освободиться от наркотического игоря в стране, где правит бизнес. Но история знает примеры освобождения людей и на американском континенте в том числе. Это я к чему вообще? Зачем ворошу американские проблемы? Это же не Россия, а другая страна. Тем более в свете нынешних событий, это еще и вражеская как никогда страна. Не подумайте, что посыл моих рассуждений такой. Смотрите, там у них на западе так плохо, а у нас так хорошо и такого нет. Мой посыл другой. Смотрите, как там плохо, и это плохое идет к нам. Проблема американской наркомании, во-первых, показывает мировые тенденции. Что бы ни говорили о конфронтации с западом, идеологически мы зависимы от запада. Суверенитет, слово на слуху, особенно в последнее время. Так вот, суверенитет идеологически нам нужен в первую очередь. Суверенитет законодательный. Например, легальных комнат для инъекции наркотиками с каждым годом в мире все больше. Цитирую российский сайт. В контексте общей популяризации политики снижения вреда, инъекционные комнаты могут появиться во всех странах ЕС. Доклады, подготовленные Европейским исследовательским центром наркотиков и наркозависимости, уверяют о важности таких центров. Особенно для профилактики угрозы более мощных опиоидов. Что-то не пойму, если там колятся, куда еще более мощнее опиоиды. Недавно вышла новость, что в Финляндии тоже появятся такие комнаты. Я уверен, скоро такая практика перекочует и в бывшие союзные республики. Если мы с вами не начнем действовать, то и в России все это придет. Хотя многое уже пришло и давно, и просто не в таких масштабах, как в США. Но нам немного осталось, чтобы их догнать. Вторая причина, почему я затронул тему наркомании в Америке. Потому что это нам показывает определенные способы активной борьбы. Но борьбы ради видимости. Борьбы государства со следствием, не затрагивая причин. Распознав неэффективные стратегии, мы можем провести параллели с нашими похожими проблемами. И предотвратить эту неэффективную борьбу. Аналогии я вижу такие. Специалисты по работе с зависимым вообще знают, что все зависимости, особенно химические, устроены по одним принципам. Умеют общие причины, схожие проявления, методы решения. Ну, только масштаб проблем бывает разный у разных веществ. Я хочу, чтобы вы провели параллели антинаркотической госполитики США и антиалкогольной в России. Итак, у них концепция снижения вреда от наркотиков. А у нас была концепция снижения масштаба в злоупотреблении алкоголем. И то и другое не ставит целью решения проблемы. Попытка устранить следствие, это лишь верхушка айсберга. Это бесконечный сизифов труд. У них деление на легкие и тяжелые наркотики. У нас деление на легкие и крепкие алкоголи. Тяжелые плохо, легкие чуть ли не детям. Но очевидно же, что начинают с легкого, потом переходят на тяжелые. А кто-то погибает и от легкого. Это касается и наркотиков, и алкоголя одинаково. Смещены акценты от опасности наркотиков, самих по себе, на еще более опасные примеси. У них сейчас винят некачественные наркотики и страшный фентанил. У нас некачественный алкоголь и метиловый спирт. Чего только стоит предложение Хамзаева ужесточить наказание за распространение метилового спирта. Но ведь отравление метиловым спиртом это следствие желания влить в себя алкоголь вообще. Проблема не в токсичных добавках. Самый чистый спирт остается сильным ядом, как и самый чистый героин остается ядом. Параллели социальной рекламы. Помните, там вот я зачитывал официально. Начинаю принимать с маленькой дозы, повышаю ее постепенно. Это напомнило совет заботливых российских наркологов. Градус не понижать, они нам говорят, россиянам, они нам говорят перед праздниками. Избегая смешивания разных препаратов. То же самое наркологи перед новым годом советуют россиянам не смешивайте разный алкоголь. То есть вместо трезвого застолья наркологи советуют россиянам отравлять себя по определенным правилам. У них в автоматах для наркоманов, о которых я говорил в начале, будет продаваться. Еда и вода, носки, перчатки, женские предметы гигиены. И вот тут я предлагаю подумать, как влияет на людей продажа вот этих аксессуаров для наркоманов с товарами общего потребления. Я считаю, что такая продажа вводит в общественное сознание употребление наркотиков как что-то обыденное. То есть вместо общественного порицания люди начинают думать, что это один из вариантов нормы. А у нас алкоголь в каждом супермаркете вместе с едой на одних полках. И пивная в каждой многоэтажке. На Западе теперь разделяют употребление наркотиков постоянное и эпизодическое ради новых ощущений. Второй вариант считается чем-то нормальным, как бы, ну вполне уместным экспериментом. Вдумайтесь, эксперименты с отравой. А у нас тоже есть пьяницы, они плохие. А есть ценители алкоголя. Вдумайтесь, ценители растворов этилового спирта. Вещества, которым Генри Форд заправлял свои автомобили. У них наркотик равно лекарство. Одно и то же слово. А у нас раствор этанола официально называется напитком. Кстати, интересно, что в Уголовном кодексе Советского Союза была статья 224 «Изготовление или избыт ядовитых или наркотических веществ». На одном уровне – яды и наркотики. Вообще, насчет важности терминов и слов, которые мы используем, я сделаю небольшой анонс. Учитывать силу слова нужно особенно при разговорах с детьми. Я на днях выложу на свой канал специальную лекцию, какими словами говорить с ребенком, чтобы уберечь его от вредных привычек. Лекция уже больше года, но раньше она была в закрытом доступе. Сейчас я ее немного смонтирую и выложу в общий. О ней хорошие отзывы тех, кто ее смотрел. Так что не пропустите ее выход. Нажмите на колокольчик, чтобы у вас сработало оповещение, когда лекция появится на канале. Кстати, еще одна параллель. Не знаю про Америку, но в Европе именно христианские активисты, так сказать, заботятся о страждущих, выдавая им шприцы и позволяя им отравлять себя, чтобы им никто не мешал. Никто не смотрел косо, не вешал на них ярлыки и не стигматизировал, так скажем. А у нас патриарх в день трезвости призывает к употреблению вина и говорит, что без него не проходит ни одно событие в жизни. Об этом я подробно рассказывал в прошлом выпуске. Если у них человек погибает от ядовитого наркотика, говорят, передозировка. Хотя никто не может определить, насколько доза была выше предыдущей. Просто организм не выдержал, ведь вещество ядовитое. Но передозировка, это слово, смещает акцент на то, что виноват как бы сам наркоман. Не рассчитал. Вещество ни при чем. А у нас с алкоголем та же песня. Умер человек, говорят, не соблюдал меру. Алкоголь нормальный, но вот не смог рассчитать. Сам виноват. Если еще что-то такое придет в голову из параллелей, сами дополните в комментариях. Вновь процитирую новость Washington Free Beacon про торговые автоматы для наркозависимых. Данные автоматы позволят наркозависимым приобретать такие товары, как шприцы, без взаимодействия с медицинскими сотрудниками. Это делается в надежде ликвидировать стигматизацию зависимых, которая исходит от очного посещения мест для безопасного употребления. В Америке и других странах Запада, говоря о помощи наркозависимых, почему-то сильный акцент ставят на проблемы стигматизации. Заметили этот термин? То есть клеймение, порицание, дискриминация, навешивание ярлыков на наркозависимого. И хотят помочь преодолеть эту стигматизацию. То есть все эти комнаты для инъекций, торговые аппараты со шприцами, это еще и забота о правах человека. На них так любят ссылаться на Западе. Но проблемой стигматизации, то есть дискриминации наркоманов, обеспокоено не только американское здравоохранение. В российской наркологии это тоже упоминается. Вот статья 2018 года в авторитетном журнале неврологии и психиатрии. Стигматизация, имеется в виду наркозависимых, во всех ее проявлениях нарушает все основные права человека и гражданина. А я считаю, что проблема в том, что зависимого человека рассматривают, и он тоже рассматривает себя, как единое целое с его зависимостью. Тем самым действия, направленные против зависимости человека, расценивают как действия против его личности. Правильную оценку действий зависимого и оценку помощи ему можно получить, лишь различая личность человека и его зависимость. В этом как раз главная задача занятий по методу советского психофизиолога Шичко, который я упоминал в прошлом выпуске «Трезвого взгляда». Как решается проблема дискриминации и стигматизации в трезвом движении? Очень просто. Шичко высказал простую, но глубокую мысль. Люди не виноваты в том, что они отравляют себя. Виновата воспитавшая их среда. Да, конечно, люди вынуждены нести ответственность за то, что они отравляются. Перед своим здоровьем, кошельком, перед своей семьёй, перед обществом. Но источник вины в окружающей среде. И для решения проблемы должна быть изменена среда, а именно информационная среда. Но не ждите, что это произойдёт само собой. Нужно участвовать самим в её изменении. А теперь итог этого нелёгкого выпуска. Для этого ещё одна параллель. И у нас, и в Америке есть и простые люди, и чиновники, возмущённые такой политикой якобы заботы о населении. Но раз под видом борьбы в Америке продвигается пропаганда о наркомании, получается, что здравомыслящих американцев недостаточно, и голос их слаб. Надеюсь, голос трезвого движения и всех патриотов и созидателей в России окажется сильнее. Для этого сейчас от каждого, кто смотрит и кто слушает этот выпуск, нужна помощь в продвижении трезвого взгляда. Информации по данной тонкой теме на самом деле много. Но, к сожалению, трактовка фактов такова, что иногда сложно понять. Это просто изложение фактов или реклама наркотиков и алкоголя. Я перелопатил много материалов и иногда сомневался. Я считаю, что трезвый взгляд – это объективная оценка происходящего. С появлением этой программы голос трезвого движения явно усилился. Поэтому обязательно разошлите ссылку на этот ролик как можно большему количеству людей. И не пожалейте средств на продвижение этого ролика, потому что охват зрителей на ютубе сейчас требует вложений. Сам по себе ролик, даже полезный, распространяться не будет. В ютубе под видео я указал номер карты, на которую переводят средства для продвижения моих материалов. Заранее вам благодарен. Еще историю расскажу. Пару лет назад, когда я только начал вести свой канал на ютубе, мне позвонил один житель Дагестана. Ему понравились ролики, мы разговорились. Так вот, он рассказал, как в молодом возрасте его сигаретой застал его родной дядя. И после этого дядя перестал с ним здороваться за руку. Три года он не здоровался с ним за руку, хотя тот уже прекратил травиться. Получается, можно назвать это дискриминацией, нарушением прав курильщиков, отсутствием толерантности. Но на мой взгляд, дядя этого молодого человека помог ему. Помог его личности справиться с зависимостью. Он однозначно показал ему грань между хорошим и плохим. В нашей искаженной информационной среде роль семьи как раз в том, чтобы четко показать эту грань. Между правильным и неправильным. Спустя годы тот житель Дагестана, уже не молодой человек, благодарен своему нетолерантному дяде. В конце программы хочу процитировать чешского вписателя-антифашиста Юлиуса Фучика. Как раз недавно, в сентябре, была годовщина его трагической гибели. Бойтесь людей равнодушных. Именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете. С вами был Виктор Пономарев. Всего вам доброго. И помните, отнимание трезвости это самый разрушительный вид социального паразитизма. Защищайте себя, свою семью и свою страну. Субтитры создавал DimaTorzok